Олег Геннадьевич, можно вопрос? Еще вопрос? Это не я, ты уже другой человек. Где, где? Два микрофона у нас. Здесь? По теме? Да. Ну, скажите. Я хотела спросить, что означает, если мужчина обет без врача принимает? Как мужчина? Обет без врача принимает. Ну, он очень духовный человек. Ваш близкий человек принимает обет без врача, да? Он жил с вами, что ли? Нет. А как? Мне очень понравился человек, мы общались, дружили. Он в одно время как-то активно писал, ну, как-то даже звонил, он в другом городе живет. И приглашал гостей, я приезжала к нему, а он... И потом через какое-то время я узнала, что он не собирается семьи совсем создавать и детей. Это значит обет без врача? Ну, я так поняла, что это есть. Я не очень понимаю, к сожалению, как это в духовности называть точно, когда человек, ну, как бы посвящает себя Богу. Посвящает себя Богу, значит живет в монастыре, да? Ну, он не живет в монастыре. Это означает, он вас обманывает и себя. Вот, если честно, человек мне очень дорог, я переживаю внутри, что вот этот уход от иллюзии... Он в иллюзии находится. Это факт, сто процентов. Знаете, как выглядит вот этот вот обет без врача? Он вызывает радость в сердце. Если б ваш человек близкий ушел в монастырь, у вас глубоко в сердце была бы радость. Неожиданно вы бы увидели, почувствовали это, потому что Бог в вашем сердце бы возрадовался, и вы бы тоже вместе с ним возрадовались. Но проблема заключается в том, что этот человек просто хочет разорвать ваши отношения. И так как он действительно интересуется духовной практикой, он хочет это сделать очень возвышенно. Это признак гордости просто и все. Он, несомненно, будет строить отношения с женщинами, этот человек. И этих женщин точно так же обманывать, как вас. Он будет делать очень возвышенный вид все время и пытаться с ними строить отношения, потом говорить, извини, я как бы хочу быть святым. Святой это тот, кто берет женщину замуж, который использовал. Нет, у нас не было никаких близких отношений. Не было близких отношений? Не было. То есть с этим человеком он... Если он пойдет в монастырь, у него наставник есть, нет? Ну, у него есть просветленный мастер, там, у учитель. Он предался ему, по совету учителя принял такую жизнь? Я не могу точно ответить на этот вопрос. Смотрите, есть признаки святости. Первый признак. Человек отрекается от жизни не по своему желанию, по совету наставника. Раз. Первый признак. Наставник никогда не посоветует разрушать отношения. Если человек общается с женщиной, наставник не скажет, иди в монастырь. Это значит, что он не наставник. Наставник видит, что Бог хочет, чтобы он ушел в монастырь. У человека нет никаких близких отношений в этом мире, медицинских отношений нет. И он хочет отношений с Богом. И наставник говорит, иди в монастырь. И тот радуется в сердце, потому что ему так сказали. Если человек вообще не хочет идти в монастырь и считает, что он живет отреченной жизнью, это просто самообман. Человек, который не общается со святыми людьми постоянно, и у него есть работа, он как-то должен же поддерживать свою жизнь. Этот человек, несомненно, будет наслаждаться женщинами. Ничего общего с отречением такая жизнь не имеет. Это просто самообман. И все. Как мне быть в этом случае? Как вам быть? Простите этого человека, он вас бросил под прикрытием религии просто, и все. Он вас обманул по факту. И себя тоже, скорее всего. Да, он очень добрый, так-то очень хороший, заботливый человек. Передайте ему мои слова. Ум успокаивается. Передайте ему то, что я сказал. Вас ум успокаивается рядом со мной? Да. Ты же ругаешь постоянно. Как же? Со здоровьем, равномерно, если нет. Вот у меня есть врач со мной приехал специально, который может ваши проблемы решить, да, Тёмка? А у того человека есть? У того человека? Нет, у него нет проблем со здоровьем. Я его вижу, этого человека. Он такой, немножко у него есть слабость. Головокружение бывает. Но он не имеет проблем больших со здоровьем. Он имеет проблемы с пониманием высшей цели жизни. Он хочет не любви к Богу, а тречения. Есть два пути. Есть путь отречения, есть путь любви. И когда человек идёт к тречению, он становится холодным и сухим. Когда человек идёт к Богу, он становится мягким и нежным и добрым. У него он просто сейчас из-за незнания выбрал не тот путь. Когда человек идёт к Богу и Бог его принимает, тот человек принимает отречённую жизнь как награду. Отречённая жизнь — это не наскеза. Самая большая аскеза — это жить в семье. Если ты отказываешься от личных отношений, это не отречение. Ты хочешь просто наслаждаться жизнью. Ты хочешь просто наслаждаться жизнью.